Очень круто! Всего в этой книге 270 страниц. Если вы читали эту книгу, то понравилась ли вам она или нет? Всем привет! Меня зовут Даша и в этом видео я буду вам рассказывать о книге Кати Адушкиной. Вообще, я очень много раз встречала подобные видео, где рассказывали о книгах, но в основном мне попадались видео именно про книгу Кати Адушкиной. И я решила, что я тоже сниму такое видео, потому что у меня есть эта книга, я прочитала эту книгу. И видео на YouTube надо выпускать, но я не знаю какие, но я решила снять такое видео. Ну а прежде чем мы начнем, обязательно поставь лайк на это видео, если ты хочешь, чтобы такая рубрика еще была. Ну а мы начинаем. Начнем мы с внешности этой книги. Ну не внешности, конечно, а внешнего вида этой книги. Выглядит она как арт самой Кати Адушкиной. И тут написано «Не моя жизнь Катя Адушкина». Сзади написано, о чем эта книга. Написано немного о Кате Адушкиной и портрет Кати Адушкиной. У меня книга с автографом Кати Адушкиной, потому что я покупала ее у нее в магазине АКР. А теперь попробуйте посчитать, сколько раз я скажу в этом видео слово Кати Адушкиной. Давайте прочитаем, о чем же эта книга. Главная героиня Олеся Дубрович. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Чудо вокруг. Лишь облинись. Лишь присмотрись, не пропусти. Чудо вокруг. Лишь обернись. Дружба, любовь уже в пути. Чудо вокруг. Серая мышка. Так она себя называет. Однажды она в шутку пишет список желаний, которые самым невероятным образом вдруг начинают исполняться. Но действительно ли она этого хотела? Или это все-таки не ее жизнь? А главное, какую цену пришлось заплатить героине за исполнение мечты? Полнение мечты. Полнение мечты. Сейчас я вам расскажу, о чем же все-таки было в этой книге. Была такая девочка, Олеся Дубрович. Она была обычной девочкой, никто на нее не обращал внимания. И вдруг она в шутку на каком-то уроке, вроде бы на алгебре, но это не важно, пишет список желаний, которые начинают исполняться. Она становится популярным блогером. В нее влюбляется ее краш. И вот все такое, что она загадывала. Потом она летит в Нью-Йорк. У нее очень много поклонников, подписчиков. Ее все начали уважать в школе. Но она поплатила за эту огромную цену. У нее умерла бабушка. За то время, когда она еще не была популярная, она постоянно приходила к бабушке, ночевала у нее иногда, после школы всегда заходила. А когда у нее наступила эта популярность, когда наступила эта популярность у Олеси, то она перестала обращать внимание на бабушку. Она постоянно говорила, вот я приду скоро. Но так и не приходила. И когда она была в Нью-Йорке, она узнала то, что ее бабушка умерла. Вообще в Нью-Йорк она приезжала, чтобы сниматься в клипе. Вот. Но так и не снялась. Когда она вернулась обратно домой, после того, как она узнала, что случилось с бабушкой, она выпустила последний пост в свой Инстаграм, где объяснила всю эту ситуацию и удалила свой аккаунт. И потом она купила кошку трехцветную, потому что ее бабушка давно хотела такую кошку. И она говорила то, что трехцветные кошки приносят счастье и удачу. Не знаю почему, но многие говорят то, что книга плохая, ужасная. Вот я смотрела всякие вот такие рубрики, где рассказывали о вот этой вот книге Катя Адушкиной. И говорили то, что она ужасная и все такое. Но лично мне эта книга зашла. Вот. Мне очень она понравилась. И еще ее оформление. Это просто что-то с чем-то. Вот такие всякие листочки. Тут еще вот такие вот, типа, листочек, и он приклеен. Это очень круто. Всего в этой книге 270 страниц. Вообще, как я помню, Катя Адушкина говорила, что она еще в прошлом году хотела ее выпустить, но не получалось из-за коронавируса. И она сейчас только ее выпустила. На самом деле, сначала эта книга появилась в Читай-городе. Ну, и не только в Читай-городе, а во всех этих книжных магазинах. Вот. Но я же знала то, что когда она появится в самом магазине Кати Адушкиной, то тогда еще в этой книге будет автограф. И я дождалась. И вот как только появилась первая поставка, я сразу же ее купила. Я помню то, что первую партию купили всю, что ли, за два или три дня. Вот. Но я ее купила в самом конце. Вот. Мне очень понравилось в этой книге то, что тут, вот в этих вырванных листочках, которые приклеены, там написаны всякие цитаты и пословицы, которые для успеха. И мне это очень нравится. Кстати, вот автограф Кати Адушкиной. Сама эта книга, она очень открытая, можно так сказать. То есть там говорится о проблемах этой девочки и о том, что она мечтает. О ее ссорах, друзьях и тому подобное. Напишите в комментариях, если они, конечно, будут открыты. Если вы читали эту книгу, то понравилась ли вам она или нет. И какие там есть плюсы, ну, по вашему мнению, а какие минусы. Буду ваши комментарии читать. Ну, а на этом было все. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк на это видео. Ну, а всем пока-пока. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok